Как отмечают эксперты, в прошлом году резко возросла потребность в ипотечном кредитовании у населения. Какую квартиру можно приобрести в ипотеку и на каких условиях, узнаем сегодня у наших экспертов. За последние годы количество новостроек в нашем городе заметно увеличилось. Соответственно, новое жилье становится все более доступным. Для тех, кому материальное положение не позволяет самостоятельно приобрести новые квадратные метры, можно воспользоваться услугами банка и взять ипотеку. Тем более, что существует множество различных программ, благодаря которым оформить ее стало гораздо проще. На самом деле, на сегодняшний момент у нас достаточно широкая линейка ипотечных продуктов. То есть, достаточно большое количество граждан может рассматривать в качестве поддержки при покупке недвижимости ипотечный кредит. Конкретные условия, естественно, зависят от банка, который будет давать ипотечный продукт. В основном это лица от 23 лет, работающие, естественно, работающие. Банк рассматривает каждого заемщика в зависимости от его заработной платы и в зависимости от той суммы, которая ему требуется на приобретение недвижимости. Существуют и определенные ограничения. Самый главный – это возраст. Человеку предпенсионного возраста или уже пенсионеру банк откажет в получении ипотеки. Однако все зависит от самого банка. Каждая заявка на получение кредита рассматривается индивидуально. Что касается объекта недвижимости непосредственно, то, опять же, это индивидуальные требования. Все-таки это требование, в первую очередь, чтобы объект был не старого фонда, то есть не с деревянными перекрытиями. То есть есть банки, которые рассматривают, к примеру, комнаты, то есть доли в квартире. Но все-таки в большинстве случаев это должна быть отдельная квартира. Ну, какие-то конкретные требования, нюансы все-таки зависят от конкретного банка. Требования к жилью тоже возрастают. Люди стремятся купить не просто недвижимость, а хорошую и удобную квартиру. Впрочем, нельзя сказать, что потребительские предпочтения существенно изменились. Большей популярностью у заемщиков пользуются готовые квартиры. Однако спрос на строящееся жилье по-прежнему остается стабильным. В первую очередь, конечно, человеку надо определиться, что он хочет приобрести. В дальнейшем следующий шаг стоит подать документы в банк на рассмотрение его кандидатуры в качестве заемщика. То есть если решение банка есть о том, что ему выдадут кредит, соответственно, на ту сумму, которая ему требуется, то есть он определился, что хочет, какие средства у него есть. В первую, в основном требуется в среднем 20-30% первоначального взноса. Ну, иногда бывает у людей больше, соответственно, в дальнейшем будут лучше условия кредитования, то есть процентная ставка будет ниже. Дальше, как его одобрили, он начинает выбирать объект. То есть банк, соответственно, выставит свои какие-то требования к объекту. Если вы решили приобрести жилье по ипотечному кредитованию, то рекомендуем вам обращаться к специалистам рынка недвижимости, поскольку у крупных агентств есть банки-партнеры. И так вы сможете подобрать для себя оптимальную кредитную программу. Специалист в данном случае вам поможет составить все звенья цепочки, да, если это цепочка. Поможет найти подходящий объект, исходя из условий банка. И в том числе не все объекты готовы, ну, подходят под ипотеку. Не все собственники готовы продавать квартиру, учитывая, что покупатель будет с ипотечными средствами. Ну, тут есть определенный нюанс в расчетах, в том числе, да, учитывая, что в большинстве случаев на сделке оплачивается первоначальный взнос, а оставшиеся деньги получаются после регистрации. Если говорить о процентной ставке, то она в большинстве случаев зависит от суммы первоначального взноса. Чем она будет выше, тем меньше придется переплачивать по кредиту. Соответственно, сравнительно небольшим будет ежемесячный платеж. Если у вас еще остались вопросы к экспертам рынка недвижимости, присылайте их на электронный ящик программы потребитель63собака.gmail.ru И мы обязательно на них ответим. Удачи вам! Увидимся завтра! ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА